Друзья, я вас приветствую. Мы сегодня в Выборге. В Выборге в апреле 2021 года. Сегодня будет здесь у нас небольшая интересная экскурсия. Пеший маршрут. Предлагаю присоединиться. Вот эта вот пожарная часть, она и раньше была такой. Здесь еще башня, возможно, находилась. Вот такая пожарка у них, самая главная в городе. Выборг – это один из самых красивых городов России с богатой многовековой историей. Влияние европейской культуры наложило отпечаток на его архитектурный облик. Площади и улочки исторической части города сохранили аутентичную атмосферу прошлых столетий. Величественно возвышающийся над островом средневековый замок и уцелевшие башни крепости помнят немало баталий той далекой эпохи. Все равно архитектура очень так отличается от Петербурга, что бы вы ни говорили, но различия очень существенные. Вот это вот новые общественные пространства, недавно это все делали. Но давайте прогуляемся по городским улицам с нашим проводником – Апрельским. Доверим ему перемещение нас по городским пространствам. Пожалуйста, пишите комментарии, как вам формат этого видео, ставьте оценки и обязательно рекомендуйте видео своим друзьям. Делайте репосты. Дальше мы будем работать над более сильным качеством наших прогулок как по городам России, так и по зарубежным локациям. В путь, друзья! Слева проходим корпус по бульвару Кутузова, который был построен в 1910 году по Ава-Отила. Дом не пострадал во время войны. Вот по этому шоссе, если туда ехать, это прям прямой выезд идет в сторону Петербурга. Обычно этой дорогой заезжают. Зайдем? Вот этот выступ в так называемой эрке – это парадная часть. И вот эти два балкона – это выход в парадный на балкон. То есть каждый же лес имел возможность выйти, почилить немножко на балконе. А дальше финны еще строили так, чтобы потом крыши стали уже использоваться для того, чтобы жильцы могли также использовать их для общих нужд. Выбор, это все на выбор. Вот это реально училище, да, где ребята учились. Так и прийти. Ты мне очень любна. Ты мне очень любы. Я очень любил. Вот это все. Вот это финский модерн, 1907 год. Не подумайте, что слева стоит какая-то пятиэтажка, построенная во времена Хрущева. Нет, это жилой шестиэтажный дом с лифтами, построенный в конце 30-х годов финским архитектором Эрки Лена Салми. На первых этажах, как вы видите, размещалась коммерция. Слева же от нас жилой дом 1907 года постройки архитектора Паава Уатила, занимавшего пост главного архитектора города до 1928 года. Вот этот дом 37-39, потому что финны здесь были до окончания русско-финской войны, когда она закончилась, когда они подписали мирное соглашение о том, чтобы разделить территорию Карельского перешейка. Столбы безопасности. Мне вообще было небезопасно. Прямо по курсу у нас главная площадь красная, пойдем. Вот это дом страхового общества Карияла, страховщики здесь жили. Это тоже строили финны в 1939 году. Как и сказал Андрей, мы проходим жилой дом башенного типа. Это исторически первое высотное жилое здание, построенное в Финляндии. В 1930-х годах в Выборге отмечалось большое развитие сферы услуг, сопровождавшиеся ростом числа зданий компаний. В объявленном конкурсе на новое здание страхового общества Карияла в 1938 году победил проект молодого архитектора Оли Пёйрю Изоугу. Необычных форм точечное здание в стиле функционализма, строительство которого началось в 1939 году, получило прозвище «Первый финский небоскрой». Возможно, он даже по сегодняшний день является самым большим. А что строило? Парк. Мы сейчас выйдем недалеко, ну короче говоря, к дому Москвина, купца Москвина. Зайдем там в одну парадную, супер убитую я вам покажу. Дом этот стали активно реставрировать примерно 2-3 года назад. Он был лет 5-7 назад дико убит, но парадные до сих пор не восстановлены. Во всяком случае, так было поза том году и в том году. Ну вот орнамент, очень типичный. Двери, конечно, уже поменены на всякий неприятный пластик, действительно. Удачно. прямо по курсу вот там в отдалении это местный вокзал финны когда строили вокзал был очень похож немножко даже на кельсинский но вокзал взорвали в эпоху войны можем перейти там как раз посмотрим еще очень интересном потом обратно вернемся на красную площадь сюда ветрено вот это дом москвина купца он с этой стороны выглядит по фасаду короче желтый изначально у него был фасад сейчас его перекрасили зайдем потом со стороны площади посмотрим вот этих участках тоже стояли исторические дома это все было порушено здесь целая такая хорошая квартальная застройка было да поэтому типовое жилье стали возводить что вы дом хорошо увидеть надо перейти на ту сторону дом лалуки бывшее здание фирмы хекли лалука и компания построенная в 1906 году по проекту архитектора алана шульмана в стиле национального романтизма финны использовали так называемый модерн у них это национальный романтизм являлся и вот такой грубый неотесанный фасад большие камни это все их тема дом хекли лалукой компания тоже чувак занимался по моему страховым бизнесом и вот он для себя построил доходный дом занимал он сам вот если видите балкон 2 2 этажа вот это вот все его была квартира примерно на 6 окон они до пользовались и этажность в квартирах тоже отличается какая главная особенность вот у да конечно и те кто жил в колодце например у них как правило было шесть этажей а фасадная частью здания могла быть состоять из пяти этажей как например и в нашем доме это до распространенная практика еще могу сказать по этому дому что здесь по проекту были предусмотрены ну вообще финны силу того что очень сильно любили сауну финскую они проектировали ее прямо у себя в квартирах сегодня я сегодня задумала про про то что можно сделать дом аж саун видный архитектор шульман строила этот дом он очень много зданий построил в целом на территории финляндии был местным главным архитектором здание ставшая одним из наиболее известных памятников архитектуры в городе сильно пострадала во время советско-финских войн и восстановлена в послевоенные годы с этой стороны дом просматривается намного лучше и колоритней сам юха лалука родившийся в 1852 году и умерший в 1913 году прошел путь от мальчика при лавке до коммерции советника и после смерти компаньонов стал во главе фирмы он был видным меценатом на его средства был построен дом художников хельсинки и выборгская библиотека да та самая знаменитая алвара-алта он помогал и местному драматическому театру имя лалука носила одна из улиц выборга ныне маяковского а в хельсинки до сих пор существуют два фонда его имени предназначенных для поощрения молодых людей обучающихся коммерции квартира семьи лалука находилась на втором этаже там где большой балкон дом был разрушен в войну интерьеры не сохранились в послевоенную реставрацию были сняты скульптуры украшавшие главный вход в здание и пилоны ограды одна из этих скульптур выставляется теперь в выборгском замке здание является одним из самых видных сооружений в стиле модерн выборге его архитектурные достоинства отмечались в петербургской прессе а стилю подражали в 2006 году была завершена длительная реконструкция здания как и прежде на первом этаже размещаются магазины а на других квартиры заново был выстроен дворовый корпус крыша возвращена островерхая форма а гранитные украшения наличников полностью восстановлены в 1913 году по проекту финских архитекторов элиэли сааринина и германа гизелиуса было построено новое гранитное здание вокзала в стиле северного модерна в проекте здания явно прослеживались черты характерные для других работ данных архитекторов таких как здание вокзала в хельсинки например по аналогии с вокзалом финской столицы где центральный вход в здание станции с двух сторон украшают две человеческие фигуры с обеих сторон у центрального входа на выборгский вокзал архитектором были установлены по две скульптуры медведей вот это типичный знак знак выборга пойдем круг сделаем вот проспектная часть сразу сюда переходила упиралась в дом москвина и дальше с выходом на красный как выглядит вокзал хельсинки представляете же д в общем вокзал очень сильно пострадал в итоге его снесли не стали восстанавливать даже от него осталась тут какая-то незначительная часть пристройка во время советско-финской войны главное здание выборского железнодорожного вокзала было взорвано отступающими советскими войсками сохранилась небольшая часть вокзала финской постройки багажное отделение вот пойдемте я вам фрагмент покажу то что осталось от вокзала чтобы было может быть хотя бы на 10 процентов понимания вот эта вот часть сам вокзал уходил также налево был у него первый второй этаж а там где основной каскад здания там уже была подобная такая знаете большая арка типа радугой входная группа вот из такого камня все это было вылеплено и ну примерно по длине точно такой же вокзал вот такая тема можно зайти во внутренний там вам второй этаж так просто покажу стоит того чтобы зайти на вокзал на мы не будем турникеты проходить если они там есть как видите не регламентированная парковка просто кто как где нарушение не нарушение знаков но заодно и погреться современное здание станции построенная в 1953 году являет собой типичный образец вокзальной архитектуры провинциального сталинского ампира на первом этаже двухэтажного здания вокзала расположены главный зал и кассовый зал пригородного сообщения справочное бюро окно дежурного по вокзалу магазин печатной продукции кондитерских изделий справочные и платежные терминалы банкоматы табло с расписанием поездов камеры хранения и туалеты станция выборг является важным транспортным узлом на пути следования железнодорожных поездов из россии финляндию и обратно дом пейтинина жилое здание с коммерческими помещениями по заказу богатого мебельного фабриканта мати пейтинина в 1908 году архитектурными бюро бертель юнг и бомонсон напротив выборгского вокзала было построено здание олицетворяющие финское национально романтическое движение для оформления фасадов здания имеющего важное градоформирующее значение был привлечен известный архитектор один из основоположников финского национального романтизма этот дом стал его единственной работой в выборге оригинальный облик здания приобрело благодаря внушительной двухэтажной угловой башни сочетании с живописной компоновкой балконов и эркеров удачно подобранным форме и ритму оконных проемов а также контрастному сочетанию фактуры материалов с окраской фрагментов облицовки дом пейтинина стал главной доминантой в районе железнодорожного вокзала и производил большое впечатление на гостей города своими размерами и монументальностью дом приобрел известность не только благодаря фасадному декору он стал одним из первых выборгских зданий оснащенных лифтами и горячим водоснабжением горожане называли его настоящим дворцом в ходе советско-финских войн большая часть зданий расположенных у вокзала была уничтожена значительные разрушения получил и дом пейтинина дом лишился интерьеров высокой угловой башни оригинальной кровли и части эркеров вот здесь уже все сделано по фэн-шую и финляндии очень часто распространена такая такого рода лестница во внутренних дворах ну что это такая же типичная по сути не у романтика 1906 1907 года здесь в городе впервые появился лифт когда это все строили новизна в ходе послевоенного ремонта осуществленного в 1950-х годах в период определяющего влияния знаменитого постановления об устранении излишеств в проектировании и строительстве нарядный внешний облик здания был утрачен как и выразительность силуэта искаженного изменением формы крыши и заменой угловой башни ремонтом здания проведенным в 2018 году восстановление утраченных элементов угловой высокой башни не предусматривалось местория 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 вот такая вот поздняя осень поздняя осень весной это все расставило и осталось и сейчас это такой засланец петербурге каштаны где-то в конце мая середине мая они набухают цветками это я про конский каштан вот если повернуть вот красивый вид по диагонали нет нет мы на площадь мы туда еще вернемся снова возвращаемся к лалуке хакли да да а Должен сказать, что местные очень сильно почитают этот дом на вокзальной 7. Он как такой яркий образец. Зайчики, лисички, лягушки на фасадах под балконом. Совы. Жилой дом Выборгской сельской общины. Тоже 32-й год постройки. А вот это уже главная площадь. На ней стоит дедушка Ленин. Человек, которого отсюда, пожалуй, еще многие десятилетия убирать не будут. Красная площадь – главная площадь города Выборга. Первоначально на шведских и русских картах именовалась площадью Красного колодца, позднее на финских – площадью Красного источника. По названию находившегося здесь источника колодца, который прозвали Красным. Как гласит легенда, после казни у него сторонников свергнутого короля Сигизмунда в 1599 году по приказу нового властителя, будущего Карла IX. Наместник города Арвид Тавост и его сын были обезглавлены, а их головы выставлены у круглой башни. Это событие было названо Выборгской резней. Желтый дом – это дом купца Москвина. Вот там парадную я вам сейчас покажу, которую мы, возможно, пройдем. Входные группы, посмотрите, для 1932 года, как они оформлены. Ну, сам формат – вход, козырек, вот этот все. Это какая-то келья. Ну уж не келья. Меня больше интересует вопрос, почему здесь отбойники стоят. Учитывая, что сюда карета точно не въезжала. Только исключительно для нее. Попробовать? До Москвина. К 30-м годам 20-го века, когда в городе был устроен современный водопровод, надобность в колодце отпала, и он был засыпан. На северной стороне площади была сооружена весовая палата, так как площадь использовалась для рыночной торговли. В конце 1930-х годах был разработан проект реконструкции площади, предусматривающий снос весовой палаты и строительство автовокзала. Этим планом помешали советско-финские войны, после которых площадь получила нынешнее название. Строил дом финский архитектор. Дом 1907-го года. 1907-го года. Отвратительное состояние. В течение последних 10 лет здесь находилась большая свалка мусора. Люди просто не утруждали себя и бросали место лифта. Мусор, как типа мусорная шахта. Здесь из-за того, что ремонтировали фасад, поставили стеклопластик везде. Посмотрите, какая просто оградка сама по себе. Отчасти здесь сохранилось на стенах узоры. Но это все финская народная тематика, это национальный тоже романтизм. И самая отличительная особенность еще Выборга в том, что здесь ступеньки. То, что они винтовые, это и так понятно. В Петербурге такие ступени не делали, для того, чтобы можно было как можно быстрее эвакуироваться. А если случись пожар по таким ступеням, сбегать было бы очень тяжело. Поэтому в Петербурге данные ступени были запрещены в проектах. Тань, я был внимателен. Ну, на потолке тут плесень. Просто кошмар. Да. Просто аддок. Просто аддок. Вот с таким видом. И вот на исторических дверях еще сохранились старые почтовые надписи. На выход. На выход. Прочь из этого ужасного запаха. Прямо по центру, там за площадью находится Выборгская библиотека. Сейчас до нее дойдем. В 1957 году площадь вымастили диабазовой мозаикой, а на месте весового павильона установили памятник Ленину. Площадь, которая приобрела торжественный облик, стала главным местом проведения митингов и демонстраций. Вследствие чего к ней от бывшей площади новой ратуши перешел статус главной площади города. Выборгская библиотека, городская библиотека функционалиста финского архитектора Альвара Альто. Построена она где-то в начале 30-х, середине 30-х года. Выборгская городская библиотека находится внутри эспланады. Построена в 1935 году по проекту финского архитектора Альвара Альто. Строительство библиотеки началось в 1927 году на средства, которые завещала вдова выборгского мецената Юха Лалука, состоятельная горожанка Мария Лалука. Давайте я вам вначале покажу. Главный символ города – это лось. Лось здесь стоит с достопамятных времен. Он еще при нацистах фигурировал на старых снимках. 13 октября 1935 года произошло торжественное ее открытие. Вскоре библиотека стала известна во всем мире как эталон библиотечного здания. Здание считается вехой в истории современной архитектуры, ибо обозначает переход Альто от национально окрашенного неоклассицизма к упрощенным формам регионального модернизма. Именно здесь впервые проявилась уникальная черта его архитектурного стиля – сочетание строгости функционализма и нежной плавности природных линий. Скульптура финского скульптора 1928 года. Ты знаешь, да, что у них в паспорте есть? Возьмите, что там бежит лось. Знаешь, что кладем? Значит, мы с вами уже говорили о том, что город как будто бы хотелось неизвестен. Вот там часть водоления – это фундамент нового собора, который был построен здесь в ту давнюю эпоху. Ну, мы еще там будем проходить, я надеюсь. Он при войне очень сильно пострадал. Туда упало несколько бомб, и его не стали восстанавливать, разобрали. То есть, короче говоря, здесь большущий такой костел находился. Попробуем зайти в библиотеку Альвара Альто. Может быть, они работают, а может быть, сегодня в силу того, что воскресенье, здесь будет выходной. Начиная с Выборгской библиотеки, творческая манера Альто тяготеет к использованию естественных материалов и в особенности дерева. Сенсацию в архитектурном мире вызвал волнообразный потолок лекционного зала, обрушившийся в послевоенные годы, когда здание библиотеки пустовало. Здесь Альто смог учесть все особенности, важные для этой сферы деятельности. Режимы хранения книг, особенности работы библиотекарей и, конечно, потребности читателей в наличии яркого и естественного света. Ну да, я так и полагал, что сегодня выходной и работать не будет расписание. Здесь также проводятся экскурсии. Суть состоит в том, что... В крыше библиотеки присутствуют круглые световые окна. В октябре 2013 года завершен второй заключительный этап реставрации и в ноябре 2013 года библиотека была торжественно открыта в присутствии официальных лиц России и Финляндии. Ну вот лестничный пролет, если так, можно хотя бы частично понаблюдать, как это выглядит. Если у вас получится быть в Выборге, обязательно зайдите внутрь. Ну вот новый евангелический католический собор здесь, на этом месте, он примерно 1800 прихожан мог себе обмещать. У него был большой гигантский шпиль. Вот на этом месте находился кафедральный собор. Еще если посмотреть на старые снимки, ну там аэроснимки или уличные фотографии, можно увидеть. Высота у шпиля была выше, чем любое здание, которое здесь располагается вблизи. Церковь, построенная в готическом стиле, была освещена 3 декабря 1893 года. Колокольня, высота которой составляла приблизительно 70 метров, имела 3 колокола, один из которых обладал великолепным низким звучанием. В церковном зале могло разместиться 1800 человек. В 1895 году был приобретен 45-регистровый орган. Мемориальная табличка посвящена храму. 21 июня 1908 года на площадке перед собором на средства общественности был воздвигнут памятник основоположнику финской литературы Микаэлю Агриколе. В силу того, что Выборг имеет статус города-героя, и во всех новых Путиным объявленных городах героев ставят мемориалы, стелы. Вот здесь тоже стелу поставили, вот там она в отдалении, где российский флаг веет на ветру. В 1925 году в церковь была перенесена епископская кафедра, и она была переименована в новый кафедральный собор. В годы последней войны церковь финского прихода в Выборге серьезно пострадала от обстрела и впоследствии была полностью разобрана. Памятник Агриколе в марте 1940 года был демонтирован финнами с целью эвакуации, однако следы его затерялись. Церковь была серьезно повреждена во время Зимней войны и окончательно разрушена в 1941 году. После войны руины были разобраны на кирпич. Захоронения с юго-восточной стороны сравнены с землей. Вот это очень интересный дом, доходный дом 1913 года. Мне он лично нравится. Посмотрите, какие там балконы, вот это все чисто формально говорить, это просто дом, созданный в Хельсинки и перенесенный сюда. Доходный дом Эден. Этот доходный дом был построен в 1913 году Акселем Гюльденом. После войны его называли генеральским домом, потому что в нем жили высокопоставленные военные. Но вот Андрей и проводит нас дворами дома Виклунда к интересному следующему объекту. Совет депутатов Выборгского района. Ранее здание использовалось как дом губернатора Выборгской губернии Российской империи. Дом губернатора построен в 1897 году, фасады его выполнены в духе итальянского ренессанса. Здание сохранило свой облик с момента постройки. Только гербы с фасада были убраны в советское время. В начале 1920-х годов губернатором Выборга был Лаури Кристиан Риландер, в 1925 году избранный президентом Финляндии. В советское время здесь работал вечерний университет марксизма-ленинизма и партийная библиотека. Субтитры делал DimaTorzok Слева от нас большое желтое здание. Это центральный почтамт. Расходы на строительство этого дома составили около 550 тысяч финляндских марок. Тогда это была исключительно высокая по тем временам сумма. С 1890 года почтовая часть Великого княжества финляндского входила в систему учреждений Министерства внутренних дел Российской империи. В историю гражданской войны в Финляндии вошел эпизод массовых расстрелов в Выборге, когда после занятия города войсками генерала Маннергейма 29 апреля 1918 года во дворе почтамта были расстреляны шесть почтовых служащих. Это были сторонники финских красногвардейцев и в их числе финский писатель Кесси Ахмала, который во время подпольного пребывания в городе Владимира Ленина доставлял ему в дом почту из Петрограда. Так, обратно возвращаемся на Эспланаду, идущую от Красной площади до Круглой башни. Самая главная прогулочная зона, сквер, в котором собирается Выборжане. И здесь очень много интересных архитектурных объектов, которые тоже имеет смысл посмотреть. На Вильнюс? Вот этот желтый фасад, его еще год не прошел, как покрасили и перевели в порядок. Он еще тем летом в лесах стоял. Дальний? Да, вон там, мне вот кусочки у него. А, слушай, не знаю. А, это другой дом. Может быть и другой. Может быть другой формально. Я не так решила его выделить, наверное, в другой дом. Это с таким акцентом. Посмотрите, вот тут перспектива красиво открывается. Вот здесь дорога одностороннее движение. И обилие такой интересной застройки. Да, расписанная стена. Реставрация, будущий дом. Вот так, реставрация прошла вверх. Просто посмотрите на эту перспективу. Вот там рынок как раз, башня. Как вам эти смукиши? Следующий дом, дом купца Конконина. Жилое здание с коммерческими помещениями в стиле северный модерн. Дом Конконина не претерпел значительных повреждений в ходе советско-финских войн. Сохранились оригинальная форма кровли и интерьеры. Гротескные атланты, которые сохранились, считаются главной достопримечательностью дома. Дальний, маленький? Нет, Бордово. Бордово или Бордово. Это... Можно старый, корейский, японский построенный. Только есть район с прямыми домами. Ага. Бронмарная стена, где? Это гостиница. Гостиница построена, если не ошибаюсь, в 20-30-х годах. Вот это здание, оно принадлежало банку Карелии и также являлось жилым домом. Постройка 1915 год. Сейчас зайдем, я покажу несколько интересных банков изнутри. Банки, банки. Здесь также круглосуточный сабвей. Это для тех, кто хочет быстро перекусить. Посмотрите, как реализованы входные группы в разные торговые помещения. Это 1915 год. Финляндский торговый банк – финансово-кредитное учреждение, размещавшееся в Выборге. Здание банка. Финляндский торговый банк был учрежден в 1907 году для обслуживания клиентов в Южной и Восточной Финляндии после того, как банк северных стран принял решение о переводе управления из Выборга в Хельсинки. Зайдем в Сбер? Вензель, Карельская республика. Или что это у нас? Заходим, заходим. Для нужд банка и акционерного общества Карелия в период с 1911 год по 1915 год на главной улице Выборга по проекту архитектора Ульберга в три этапа было возведено трехчастное здание, включавшее главную банковскую контору, магазины и жилые помещения. На первом этапе в 1911-1912 годах было построено центральное четырехэтажное здание с операционным залом и квартирами банковских служащих. Его фасад, облицованный серым гранитом, украсили парные скульптуры женщин работы Нюланда с букетами цветов и жезлом Меркурия. Первый этаж отведен под магазины. В занимающий второй-третий этажи операционный зал с потолочным витражом, изготовленным в Германии, ведет внушительная лестница. Жилые помещения на четвертом этаже предназначались для сотрудников банка. Более поздние пятиэтажные боковые корпуса здания, по контрасту с центральным корпусом, имеют красно-кирпичную отделку фасада верхних этажей. В них расположились торговые и жилые помещения. В результате Первой мировой войны финляндский торговый банк стал испытывать трудности. Большую часть его акций приобрел располагавшийся по соседству Савва Карельский акционерный банк, который в 1923 году перепродал свою долю расположенному в Хельсинки финляндскому акционерному банку. Вот если соседнее здание было построено в 1915 году, то вот это здание было построено в 1912 году, на три года раньше. Здесь, посмотрите на свет, какое отражение идет. Финляндский торговый банк располагался. Финляндский торговый банк. Все, втерто. Из 1924 года деятельность банка как самостоятельной организации прекратилась. Однако операционный зал и в дальнейшем использовался банковскими учреждениями. Как, например, сейчас здесь уже долгие годы размещается Сбербанк. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Предлагаю перейти на ту сторону, для того, чтобы можно было посмотреть ближе. Вот здесь, обратите внимание, помимо котов и кошек, следы... Тигра? Амурского тигра? Нет, причем здесь тигр. Да я шучу. Так же, как возле Исакия, есть на колоннах следы войны. А вот здесь явно раньше был вход в торговое помещение. И, вероятнее всего, парадный использовался по другому назначению. Вот это один из ярких тоже образчиков архитектуры Выборга, дом с медведями. Дом красивый, дом купца Маркелова. К началу 20 века одним из самых богатых и влиятельных выборских предпринимателей был Демьян Маркелович Маркелов, живший с 1842 года по 1913 год. Попытаем удачу по поводу парадной. Попытаю, а я не могу. Окей. Сохранившийся старый. Кованые ограды. А раньше было открыто. Родившийся в деревне Сидорова Тверской губернии крестьянин после отмены крепостного права стал купцом и занялся в Выборге торговлей продуктами – маслом, молоком и хлебными изделиями. Для строительства своего жилья успешный купец и известный благотворитель, более 20 лет бывший приходским старостой Выборгского кафедрального собора, приобрел участок на главной улице города, заказав проект Выборгскому губернскому архитектору Шульману. Самыми заметными элементами декора стали четыре скульптуры медведей. К образу медведя, как к одного из символов Карелии, архитекторы и скульпторы Выборга обращались и позже. Если говорить в двух словах, то помимо того, что это доходный дом купца, по-моему, Маркелова, и здесь на первых этажах, первые два этажа размещались, как правило, на весь этаж отдельные квартиры. Их только потом уже перепланировку сделали и ввели разных собственников, но изначально по проекту на втором, на третьем этаже квартиры были на весь этаж. Батюшки, да вы посмотрите, и этот дом отреставрировали. Я сейчас удивлюсь, если кто от дома отреставрировал. Нет. Дом Говинга? Нет. Он супер разваливается и до него еще руки не скоро дойдут. Украшения дома Маркелова стали одной из причин появления в литературе определения Выборга как города семи медведей. После провозглашения независимости Финляндии, дела у фирмы Маркелов и компания пошли хуже. Пострадавший в результате войны купеческий дом был восстановлен по упрощенному проекту. Здание лишилось высокой крыши и островерхих купольных завершений эркеров. Последующими ремонтами, в том числе и ремонтом, проведенным в 2018 году, восстановление высокой кровли и башенок на эркерах не предусматривалось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот это здание сейчас здесь комитет образования находится, а так если выйти на площадь, здание просматривается с другой стороны намного масштабнее, красивее. Смотрите, мы попали на ярмарку. Удивительное событие. А так вообще это здание 1910 года и ничего подобного, что был построен в Средневековье. Выборгское отделение Банка Финляндии. Здесь такой, знаете, Уолл-стрит. Даже не Уолл-стрит, а просто банковский квартал. Банки за банками. Потому что вот то здание – это тоже банк. Рыночная площадь, площадь в старой части города Выборга. Является элементом редко встречающегося в градостроительстве комплекса, каскада из трех площадей, расположенных на одной пространственной диагонали, соборной, театральной и рыночной. Село площади начинается главная улица города, проспект Ленина. И к ней примыкает центральный парк города, парк имени Ленина, Эспланада. Площадь образована в конце 19 века на месте разобранных укреплений рогатой крепости. Обычно именно на эту площадь завозят туристов. Вот туристские все эти автобусы – это, к слову, о том, сколько туристов сейчас сюда завезено. По тому мосту проходит поезд «Аллегро», который следует дальше, в Сорнофинляндии. Рынок Выборгский, постройка есть на Швейц 1906, что-то около того. Очень сильно объект пострадал в эпоху Великой Отечественной, Второй мировой войны. Его очень долго потом реставрировали, порядка 15 лет. И только где-то под завес 50-х годов его открыли. Внутри там чистый совок. Сорнофинляндия Сорнофинляндия Вероятнее всего, крышу здесь меняли. Вот это я, на центральном рынке. Сорнофинляндия Волгога Сорнофинляндия Сорнофинляндия Волгоград Волгоград Показала. Извините. Я осознала, что туда же, туда же деньги, и туда же что-то есть лишний продукт. И как бы, и настолько меньше нужно готовить. Никто не умрет сегодня вечером, и ты не готовишь. А их, в принципе, как? Ох. Прощаю. Показали. Да, слава Богу. Слава Богу. О, они будут чуть больше, но за что-то ухо. Вот это крайне красивый образчик финского модерна. Доходный дом был построен для семьи каких-то видных ребят, которые здесь проживали. Они занимали тут один этаж, и остальное также в наем сдавали. Дом до 1910-го был построен. Входная арка, группа, вот это все. Мне прям этот дом крайне нравится. Высокие потолки, но здесь где-то высота потолков явно под 3,6 и выше. Ладно, пойдемте обратно на главную площадь. Объясню, в чем соль круглой башни. Напоминанием о старинной городской стене остаются круглая башня, оказавшаяся на краю новой площади, а также цветная кладка камня в западном углу площади, повторяющая местоположение бывшей стены. К 1865 году площадь занимала около половины нынешней территории, а современные границы приобрела в 1880-х годах, когда была расширена до набережной бухты Салака-Лахти. Собственно, можно начать объяснение с названия улицы «Северный вал», потому что ранее город был обнесен со всех сторон, ну, вал, крепостные стены и так далее от защиты. Потому что город изначально был под контролем шведов, финны здесь как бы так играли не особо какую-то значимую роль. И строили в том числе разные башни, помимо обычных каких-то спортификационных оборонительных сооружений. А вот круглая башня, это постройка 1540-е годы, сейчас здесь ресторан, а тогда здесь то ли порох, то ли ядра держали. И вот здесь еще нумерация. Площадь, вымощенная булыжником и брусчаткой, всегда использовалась для рыночной торговли, в настоящее время главным образом сувенирами. Первоначально в южной части площади в будние дни торговали крестьяне из окрестностей Выборга, устанавливавшие на пронумерованных на граните торговых местах вазы и столики с продуктами. А что Вы хотели от 16 века? Ровных стен? Технологии? Экстравагантные маленькие оконцы. В северной части площади, у набережной, размещались рыбные ряды. В начале 20 века данный рынок считался самым крупным в Скандинавии. Помимо рынка, на ней возведено два банковских здания. В одном из них, бывшем банке северных стран, в стиле неоренессанса, длительное время располагалось центральное отделение Выборгбанка. В бывшем отделении Банка Финляндии, в стиле неоготики, размещаются подразделения городской администрации. Препятствия? Монограммы. НБА. Можно сказать, как NBA, HBA. Если говорить в двух словах, то это здание было построено как коммерческое. И я уже ранее сказал, что это был банк. Вот у нас здесь банк Карелия, потом финский торговый банк. И вот это объединенный банк северных стран. Здесь также приемы, платежи, операционные залы находились. Не так давно здесь появился памятник Выборгскому трамваю, который был еще в эпоху, когда Финляндия принадлежала Российской империи. Потом его в 50-х годах свернули из-за неэффективности использования. И сейчас только один единственный макет остался от него. В нем разбили кофейню. Вот это операционный зал. Здесь все торговые дела могли производиться. Масштабное, такое культовое, можно сказать, сооружение для Выборга. И вот здесь был главный вход. Вот это главный вход был в операционный зал. Второй яблоки. Немножко Валенсии, немножко Барселоны, да? Такая романа готика. А то, что они все друг у друга что-то воруют, это обычное явление. Не воруют, а заимствуют. Заимствуют, но не поедают. Выборгский трамвай. Памятник Выборгскому трамваю воссоздан с максимальной исторической точностью. Модель моторного вагона 1912 года немецкой фирмы ACA. Именно такой трамвай первым выехал на улицы Выборга 28 сентября 1912 года. Памятник же установлен 25 июля 2018 года. Трамвайная система функционировала в Выборге с 28 сентября 1912 года по 1 апреля 1957 года. Закрытие было мотивировано малой мощностью и технической отсталостью трамвайного хозяйства. Длина путей на тот момент была около 12 километров. Ширина колеи составляла 1000 миллиметров. Человек-билетер и пацан-заяц, сидящий на буфере. Накрут нос явный. А это Сталин. Что, поехали? Сейчас накрутим. Мы здесь тогда были, а тут открыто было, да? А, открыто было. Вероника тут как бы... Вероника, обслуживай нас. Надо не говорить, да? 15 минут. Ну, молодой. Так, развернемся тогда, чтобы не тесниться так бурно. А, это... Может быть. Но вот именно здесь... Именно видно стены. Именно вот здесь проходила вот эта узкая колья для трамвая. И трамвай ходил ровно по улице. Заходил, дальше выезжал. Вот это, чужами роды. Вот это, чужами роды. Сейчас, момент. Еще немножечко трэша. Вот обычный такой двор. Выборгский в камнях. Крепостная улица, одна из старейших и важнейших улиц Старого Выборга. Улица была проложена от Ратушной площади в соответствии с первым городским генеральным планом 1639 года, когда хаотичная застройка каменного города и рогатой крепости уступила место новым прямоугольным кварталам. Проходим сейчас участок самый необжитый, очень разрушенный, порушенный. С левой стороны там настоящий дестрой. Даже, если честно признаться, стыдно вам его показывать. Потому что там одни руины. Вот там на фоне даже видно руины старой древней кирхи евангелической, которая здесь существовала. Ну а туда вас везти я даже не боюсь, потому что там страшно. Там очень страшно. Пойдемте за мной. Новая прямая улица, прообразом которой была извилистая большая улица, надолго стала главной улицей города, только к началу 20 века уступив это место Таркельской улице. В первоначальной застройке заметное место отводилось домам богатых горожан, шведских и немецких купцов. В XVIII веке застройкой примыкающих к улице соборной и парадной площадей был сформирован новый городской центр с губернскими присутственными местами, православным Спасо-Преображенским собором и Лютеранским собором Петра и Павла. В конце XIX века, после разборки устаревших городских укреплений, по генеральному плану 1861 года, улица была продлена на юго-восток, куда со строительством Выборгского почтамта, нового дома губернатора, Лютеранского собора и других публичных зданий переместился городской центр. Из-за этого ширина улицы после театральной площади увеличивается. Улица частично пешеходная, начиная с 2020 года. Выборг, достаточно зеленый город. Парки, сады, скверы и просто клумбы здесь в изобилии. Рядом с селом рыночной площадью, где встречаются центральная и средневековая части города, напротив круглой башни расположен террасный сад. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Вот это здание, оно полностью является новоделом Его делали еще где-то в 2010 году начали Нам надо сейчас спуститься чуть-чуть в сторону севера Туда вниз А так в целом там есть очень неплохие колоритные дворики Где деревянное зодчество и двухэтажные камены Конечно, немного было подзапущено, когда был там последний раз Ну, кто любит такую колоритную картинку? Здесь раньше ворота, вероятнее всего они сейчас на реставрации Потому что это все вычищает Здесь полная разруха Лет 7 назад была ворота чугунные, полуразвалившиеся стояли Сейчас, вероятнее всего, они на реставрации Либо будут менять их на что-то около проекта То, что находилось здесь Сейчас идем в усадьбу Бюргера Где крендели ваши будут продавать Ваши крендели? Да А потом, вероятнее всего, вернемся обратно туда Назад, чтобы я вам показал самый старый жилой дом в России Далее мы проследуем по прогонной улице, расположенной в старой части города На ней располагается ряд средневековых зданий В том числе дом на скале А также бывший дом горожанина, 16 век Мостовая выложена брусчаткой Первоначально улица упиралась в башню скотопрогонных ворот Через которые прогоняли скот на пастбище Чем и объясняется современное название Выборгская городская стена была разобрана в конце 19 века Но от Барбакана, включавшего две башни с воротами Сохранилась круглая башня, на которую ориентирована улица На улице размещены туристические объекты Сувенирные магазины, гостиницы и ресторан Усадьба Бюргера Что у нас Бюргер это по-немецки горожанин Жилец города 16 век Здесь было большое подворье, возможно конюшня, возможно скот держался Первый этаж эксплуатировался как рабочий, второй как жилой Сейчас здесь музей, можно купить крендели, магнетики и прочую информацию Получить Выборгский крендель Рецепт был придуман монахами, францисканцами У которых здесь францисканская обитель была Вот прям за этой лестницей У них там даже постройки сохранились 116 век Здравствуйте 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 Крендель это продается у вас? Да Конечно У нас крендлёжка остались в двух видах Последние вкладки с корицей и солененькие на песочно-заварном тесте Кому какие? Оба Оба? Да Две штуки Как минимум Он уже у вас закрыт был, третий этаж нет вроде? Да То есть туристский поток увеличился и вам надо бы расширяться как так получилось? Да я не наезжаю, я же уточняю, это наоборот очень хорошее Открыли второй этаж, мне прям любопытно стало Ведь это же жилые помещения бывшие Вот это не выброе лист Ника А вот это тебе не нравится? Тут мне кажется не мог какой-нибудь Ты тут не хочешь? Да А вы тут есть? Не-не-не-не Я вообще не певцов Да, никогда не думал, что удастся здесь на втором этаже побывать Больше подойдешь Слушай, ну ты молодец прям, выхватила их предложение Я как-то мимо ушей пропустил Ну что рыцари квадратного стола Открывайте францисканские кренделя Расчехляйте пакеты, обнажайте шпаги Здесь написан рецепт и история Усадьба состоит из трехэтажного дома горожанина и двухэтажного каретника От других построек сохранились фундаменты Точная дата строительства усадьбы неизвестна Предположительно ее относят к 16-17 векам Бывший дом богатого горожанина Один из редких примеров древнейшей городской застройки Которая сложилась до перепланировки Выборга, проведенной в 1640-х годах Поэтому он находится в глубине участка в отдалении от красной линии прогонной улицы Стены здания башенного типа сложены из валунов Усадьбой владели богатые купцы или ремесленники В расположенном рядом с домом горожанина каретники Размещались конюшни и телеги О чем свидетельствуют ворота с коваными деталями Второй этаж занимали хозяйственные помещения для хранения сена и инвентаря Широкий балкон, имеющий выход на склон холма, использовался для загрузки инвентаря и сена В настоящее время в усадьбе размещаются информационно-туристский центр с музейной экспозицией и ресторан Аналогичный дом горожанина на крепостной улице до сих пор остается жилым Но мы его еще посетим чуть позже Это самый старый жилой дом в России И далее Костел святого гиацинта или рыцарский дом Самая старая часть нынешнего здания была построена в начале 16 века Ну вот если так вот говорить, как тебе На самом деле это бывшее здание школы францисканского монастыря Костел святого гиацинта или рыцарка Башня с часами, ее очень хорошо отреставрировали за последние 2-3 года До этого она также рассыпалась вся Заводной механизм, часы, если я не ошибусь Подарила и Екатерина Великая городу Вообще башен в Выборге несколько Потому что в силу того, что были валы, были отдельные такие башни по сторонам Только одна башня еще одна сохранилась На другой стороне Выборга находится Часовая башня доминанта старого города Бывшая соборная колокольня Выборгского кафедрального собора Разрушенного во время советско-финской войны Высота башни почти 25 метров Екатерина II подарила городу набатный колокол с дарственной надписью Который сохранился на часовой башне до наших дней Его звон раздается уже больше двух столетий На этих улицах снимали три мушкетера и прочие киноленты подобного исторического формата И вот как мы видим по знаку в выходные дни с 9 до 9 пешеходная зона Здесь нельзя ездить автомобилистом вообще В субботу и воскресенье Из-за этого большое притяжение Далее вот там разрушающийся дом от книготорговца Говинга Ну вот если туда дальше чуть пройти Пойдем пока сходим Вау! Какое, какое, какое Какое, какое Вау! Ну вот несчастный дом Он год от года все хуже, хуже, хереет и хереет Конкурсного производителя находили Кто должен был это все починить, отремонтировать Он забрал деньги, свалил Раньше года 4-5 назад еще был сквозной проход Ага Сейчас все абсолютно все перекрыто Все попадет все к чертям Да, я еще побывал даже там внутри одно время в 13-ом или в 14-ом году Я даже туда еще вовнутрь успел проникнуть Тоже винтовые лестницы, там внутренний двор, колодец Красиво, если восстановить На первом этаже Я думаю, они восстановят уже Спорный момент На первом этаже Книжная торговля была Книжный бутик, библиотека, магазинчик А все остальное это доходные помещения Мне кажется, это очень дорого Это восстановить все Прямо безумно Безумно Проще, проще даже Все то же самое Камень в камень построить с нуля Да Не было бы в темы Дешевле во много раз, раз в 6, наверное Да Поэтому уже так и застаривают здание у нас в НКБ Также завешивают и ждут, когда они подохнут Ага Потому что Утал очень дорого все восстанавливать Например, тот же больницу, которая на 5-го года, которая за мытым двором Она же тоже такое состояние Очень дорого восстанавливать Тоже когда захереют, снесут или заново то же самое построится? Ну нет, вряд ли так делают, но Плюс-минус что-то наподобие Часовой механизм в последний раз заменили в 1848 году, и он исправно работает до сих пор Благодаря виду на часовую башню, улицу водной заставы в середине 19 века наградили почетным титулом «Самая красивая улица Финляндии» Одно время в этой башне был смотрителем некий алкаш, и он за 50-60 рублей открывал калиточку, пускал наверх Ну вот еще до реставрации башни А вообще сама башня, сама по себе она стоит на камнях, на камне Просто с этой стороны башня, а с другой стороны находятся руины кафедрального собора святых Олафа и Девы Марии Это тоже 15 век И вот все, что от этих руин осталось Вот здесь, к сожалению, сейчас не пройти, раньше было можно Ну вот там С какой стороны? Да, к сожалению, не видно Они ограду поставили Можно было по камням спуститься и посмотреть Но покажу с другой стороны Вот это 18 век, дом консула Валя И вот дальше, через дом, будет уже заведеница, в которую мы зайдем перекусим В 1981 году была проведена реставрация башни с оборудованием смотровой площадки Реставрация проводилась с отклонениями от проектных рекомендаций И сводилась к сохранению внешнего облика башни Да, зайдем Не, зайдем, зайдем Одновременно хочется посмотреть еще немножко выборских задворок, двориков Как оно все здесь милейшим образом устроено в миниатюре Ну и дальше это уже к выходу к школе францисканта На протяжении следующих десятилетий при минимальном уходе и под влиянием погодных условий бывшая колокольня старого кафедрального собора пришла в аварийное состояние Поэтому потребовались очередные реставрационные работы, завершенные в 2019 году Отреставрированы стены фасадов, декоративные элементы, каменная облицовка, а также интерьеры и часовой механизм Запуск механизма башенных часов осуществлял лично губернатор Ленинградской области Вот это как раз те руины кафедрального собора, про которые я рассказал и башни при нем А там ничего нет толком, просто руины Руины кафедрального собора святых Олафа и Девы Марии XV век Первоначально католический собор, затем лютеранская церковь Последовательно был католическим, лютеранским и православным Выборгский католический приход впервые упоминается в 1351-1352 годах, но существовал и ранее Первоначально церковь была деревянной и сгорела во время Новгородской осады в 1411 году В ходе реформации в 1554 году была основана Выборгская епархия И храм стал кафедральным собором Вот это еще один дом 16 века, вот этот маленький дом купеческой гильдии И здесь очень много вот этих старых построек Еще один дом там есть и дом самый старый в России, который я вам покажу сейчас Немножко здесь архаики внутренних дворов С интересными особняками внутри К слову сказать, у них этот курорт-карбан Сочистили руины, поставили здесь фонари Что-то типа современной урбанистики сделали Это странно Ну денег больше нет, а в перспективе здесь будет что-то более лучшее, чем сейчас А вот мы подходим к самому старому жилому зданию 1583 года постройки Самое старое здание в современной России Жилое Именно Было построено как жилое Самое изначало Добавляши Наверное Ну Полови это сделали уважаемые подписчики вопрос в зал пишите в комментариях как они это сделали я просто береза выросла она такая же старая как и этот дом как это колесо морской порт города выбор и далее судостроительный завод вот те корабли которые там дальше стоят это и есть корабли которые производятся сейчас на территории судостроительного завода и выборский залив ведьмин дом с правой стороны также он именуется как дом утюг доходный дом и вот этот очень хорошо сохранившийся дом сейчас здесь педагогический колледж но так ранее это был жилой доходный дом постройки 1897 года и дом утюг купеческий дом 1762 года и далее мы обратно возвращаемся на сторожую на улицу сторожевой башне где у нас находятся руины и уже дальше выходим в сторону замка руины кафедрального собора святых олафа и девы марии 15 век во время северной войны собор сильно пострадал как раз вышли на улицу крепостная идем в сторону гаупт вахты когда жители выборга представили русской военной администрации список зданий которые они хотели бы отремонтировать и продолжать ими пользоваться петр первый был немало удивлен когда не увидел в этом списке кафедрального собора радует что слева особняка отреставрировали он совершенно был убитый и дверь я смотрю поменяли но там металл с 1918 года храм служил гарнизонной лютеранской церковью последний раз храм был разрушен во время советско-финской войны в 1939 году высокие потолки высокая парадная такая аскетичная шведском стиле воссоздание старого кафедрального собора является частью общего проекта включающего также реставрацию костела святого гиацинта в рамках масштабной программы по реконструкции исторического центра выборга он как раз выходим на площадь старой ратуши и здание старой ратуши отреставрированный дом галп вахта выборгская и въездные ворота тогда старый город и памятник таргильсу кнуцону основателю выборгского замка шведскому маршалу таргильс принадлежал к одной из наиболее могущественных шведских фамилий был маршалом в последние годы правления короля магнуса ладуласа и после его смерти управлял швецией от имени малолетнего короля биргера магнусона датой основания выборга считается 1293 год если углубиться в историю то во время одного из крестовых походов в землю населенную карелами по решению регента шведского короля маршал таргильс на замковом острове основал мощный замок получивший название выборг он стал надежным форпостом распространение шведского влияния на земли карельского перешейка оставаясь неприступным до 1710 года во время северной войны выборг был уже устаревший тыловой крепостью швеции на карельском перешейке и после падения нётеборга крепости орешек и неин шанса стал неожиданно передовой базой из которой шведы могли бы угрожать только что основанному санкт-петербургу и русским в 1706 году петр первый предпринял первую попытку захватить шведскую крепость и осадил выборг однако безрезультатно только в 1710 году город был взят русскими войсками и флотом а по нештатскому мирному договору 1721 года официально стал частью российской империи вот зона таможенного контроля сюда финны по сайсминскому каналу приезжают на кораблях посещают город сайсминский канал до сих пор арендуется финской стороной как мы видим никакого сообщения сейчас нет иначе вы здесь один-два кораблика бы точно стояли замок выборгский выборгский замок выборгский замок находится на острове между двумя мостами и разделяет финский залив и залив салака лахти замок часто называют главной достопримечательностью выборга вход на территорию бесплатный в замке проводят фестивали городские праздники реконструкции рыцарских боев там даже можно поучаствовать в рыцарском поединке в очках виртуальной реальности еще на территории замка есть несколько интерактивных музеев один из самых популярных камеропыток в каземате старой тюрьмы сожалению башня закрыта на реставрацию поэтому наслаждаемся видом только рядом с земле лучшие фотографии набережной получаются со смотровой площадки башни святого олафа за подъем нужно заплатить 500 рублей подняться можно только с группой и экскурсоводом но как мы узнаем вскоре попасть в замок не получится потому как его снова закрыли на реставрацию ну а на этом наша экскурсия подходит к концу батарейка в камере садится и основные достопримечательности показаны до новых встреч с проводником апрельским подписывайтесь на канал ставьте свои оценки и оставляйте комментарии